В начале февраля в Ульяновской области состоялось заседание Совета по промышленной политике. Итоги года 2017 и вытекающие отсюда задачи на ближайшую и среднесрочную перспективу стали главной темой обсуждения руководства области и флагманов промышленной отрасли региона. Для нас крайне важно, чтобы мы активнее включались в те глобальные процессы, которые происходят сегодня в нашей экономической и промышленной сфере. Главным из приоритетов является новая умная экономика, заявил губернатор Сергей Морозов. Наши предприятия должны быть не только высокотехнологичными, но и высокосоциальными. Мы намерены оказывать поддержку именно тем предприятиям, где уделяется повышенное внимание комфорту сотрудников. Применяются передовые решения, где есть нацеленность на результат и стремление к развитию, подчеркнул в своем выступлении глава региона. Я очень рад, что в 2017 году мы сохранили очень хорошую динамику в промышленном, в сельскохозяйственном, в целом, подхроническом развитии и укрепили свою финансовую стоимость. Показатели промышленного производства, которые мы сегодняшний день имеем, говорят о том, что в изготовлении совершенно правильно и качественно выставлено промышленный политик. Прямо сейчас сегодня информировали наши коллеги из правительства, сельскохозяйственного блока, которые сказали, что под детальными показателями социально-экономических, финансовых показателей, показателей, связанных с обеих жизнью и многими другими, связанными с эллисом, с эллисом, с эллисом и с эллисом. В ближайших планах руководство региона учредить День промышленности Ульяновской области. Намеченные даты – 7 сентября. По словам Сергея Морозова, к этому дню предприятия отрасли должны подойти с серьезными положительными свершениями, знаковыми деловыми событиями, направленными на урегулирование и развитие промышленной политики. И в целом такие события в багаже наших ведущих предприятий, безусловно, есть, о чем свидетельствуют итоги минувшего года. Напомним, индекс промышленного производства по итогам 2017-го в регионе равен 106,7%. В целом в России рост промышленности составил 1%. Возвращение стены промышленного производства при окончании, даже не иначе, что производство 2017-го года составило почти 1,7%. И это значительно выше, чем в целом в нашей стране. По сравнению с промышленным производством составляет 101%. По данным показателям мы занимаем второе место в сервисе регионов для ваших деталей. Возвращение, что и в прошлом году, и за прошлым годом мы были одними из лицами. Начальник отдела мониторинга региональных программ развития промышленности Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Георгий Джураев отметил и высокий потенциал промышленности Ульяновской области. По его словам, этому способствовала активная работа правительства региона и, в частности, колоссальные усилия по корректировке нормативной базы. Участники заседания Совета также обсудили планы на 2018 год. Так, в наступившем году в регионе ожидается ряд значимых событий в сфере промышленности. Среди них Международный авиатранспортный форум МАТФ-2018 и Международный молодежный промышленный форум Инженеры будущего. Кроме того, планируется запуск серийного производства автобусов СИМАС на шасси ИСУЗУ, начало работы нового цеха цинкования Акционерного общества Металлоконструкция, открытие нового корпуса и расширение производства швейной фабрики «Бастон». Начало крупноузловой сборки нескольких моделей автомобилей УАЗ в Казахстане. Сергей Морозов поставил задачу сохранить высокий уровень развития промышленности в регионе, сложившейся в 2017 году, сосредоточиться на производительности труда и вопросах кооперации, а также заявил, что региональное правительство продолжит совершенствовать комплекс мер по привлечению инвестиций, развитию инноваций и поддержке социально-ориентированных предприятий. Доброго времени всем, кто нас смотрит. Как вы поняли, сегодня разговор пойдет о развитии промышленного сектора экономики, а поможет нам в этом наш гость, генеральный директор акционерного общества «Металлоконструкция» Андрей Александрович Щербина. Добрый день, Андрей Александрович. Здравствуйте. Ульяновская область – регион промышленный. И неудивительно, что такое пристальное внимание этому сектору уделяет и губернатор Сергей Иванович Морозов. Цифра промышленного роста в 2017 году – 7%, если быть точным, 6,7% – весомая. Я так думаю, если бы мы несколько лет назад с вами встречались и беседовали, говорили бы, наверное, о сохранении или возрождении российской или региональной промышленности, сегодня говорим о развитии и темпах роста. Это успех, на ваш взгляд? Я считаю успех, потому что сейчас рынок стал конкурентный. Начиная с 2000-х годов, когда все начиналось, примерно до 2008 года, было очень благоприятное время для, скажем так, бурного развития. Потом все подросли и начали конкурировать больше. Норма рентабельности снизилась, конкуренция повысилась, и уже темпы стали более, скажем так, медленные, но стабильные для тех, кто работает. Поэтому 7% – это, я считаю, достаточно хороший показатель, особенно если он повторяется каждый год. В этой связи, насколько велика роль управленческих решений, которые принимаются на уровне губернатора и правительства Ульяновской области, именно для развития промышленного сектора? Это, я считаю, очень важная помощь. Вот приведу пример от своего предприятия. Без помощи губернатора, допустим, мы запускали первого оценкования, ведь приходилось до 11 часов вечера мне ездить куда-то, чиновников каких-то ловить и просить бумаги подписать. Очень сложно было пройти просто какие-то согласования. То есть физически мы построили за три года это производство, а с бумагами еще возились год. И если бы, допустим, не помощь, не хвалю, не перехвалю, мы бы, наверное, года два-три бы еще бегали и бумаги согласовывали. Сергей Иванович, ну сколько? Ну раз в год, раз в полгода это стабильно приезжает, интересуется. И не только на мое предприятие, я знаю, что и вот соседи тоже рассказывали, но к ним приезжал. Это важно, потому что когда все видят со стороны, что идет поддержка и со стороны власти, то есть каких-то вопросов меньше, наверное, возникает к бизнесу. Мы просто работаем и понимаем, что хотя бы нам, чтобы не мешали, да и давали возможность развиваться, работать. То, что и происходит. Интересуется губернатор или вмешивается? Вот меня что интересует. Нет, он не вмешивается. Ну зачем? Он не вмешивается, ну, скажем так, присели, обсудили, все показал, рассказал. Какие есть вопросы, какие проблемы? Конечно, мы не молчим, мы эти проблемы озвучим, потому что я понимаю, что это реально можно решить. А сейчас, я думаю, стоит посмотреть сюжет о работе вашего предприятия, чтобы зрители лучше представляли, что такое металлоконструкция, чем занимается. Одним из ведущих российских предприятий в области производства, и монтажа дорожных и мостовых ограждений барьерного типа является открытое акционерное общество комплексный технический центр металлоконструкция расположенной в городе ульяновске основное направление деятельности компании изготовление и установка дорожного ограждения кроме того здесь производится перильное ограждение и другие металлоконструкции использование современного оборудования от ведущих мировых производителей позволяет предприятию выпускать качественную и конкурентно способную продукцию поскольку изделие эксплуатируется в агрессивной природной среде на ограждение по желанию заказчика наносится различное антикоррозийное покрытие от грунтовки до покрытия методом горячего цинкования со сроком службы 15 лет и более предприятие располагает собственной территории в 6 гектаров единым комплексом производственных цехов и административных зданий наличие удобных подъездных путей для автомобильного и железнодорожного транспорта значительно сокращает время поставки продукции к месту назначения сроки поставки продукции минимальны продукция предприятия сегодня поставляется в 70 регионов россии и в страны ближнего зарубежья долгосрочные партнерские отношения установлены с организациями различных форм собственности по всей территории россии практически на всех федеральных автомобильных магистралях и важнейших мостах уже установлены ограждения производства открытого акционерного общества ктц металлоконструкция это крупнейший в европе мост в городе ульяновске десятки федеральных и региональных дорог 10 монтажных бригад укомплектованных высококвалифицированным персоналом и оснащенных современными машинами и оборудованием за относительно небольшой промежуток времени произвели монтаж более сотни километров ограждений по бескрайной территории россии от пскова до хабаровска от северного кавказа до якутии форма успеха в чем а первое это сеть состав ну поставил правильно филиальную сеть то есть я правильно выбрал организовал филиальную сеть что дает постоянный источник сбыта это было важно а уж без сбыта развиваться невозможно второе постоянно про и проходим диверсификацию то есть мы добавляем какие-то новые виды продукции то есть получать клиентская база тоже добавляем продукт увеличиваем объем сбыта вот ну и третье постоянно модернизация производства без модернизации производства невозможно сделать качественный продукт и в достаточном количестве и четвертое мы не жалеем денег на сертификацию то есть мы постоянно проходим европейскую сертификацию сейчас американский стандарт получаем нас научили хорошо качественно работать начиная от упаковки и заканчивая качеством продукции эффективно работая на рынке предприятие зарекомендовала себя надежным и компетентным поставщиком добросовестно выполняющим свои обязательства перед клиентами я напоминаю что генеральный директор акционерного общества ктц металлоконструкции сегодня гость нашей студии андрей александрович наш разговор о промышленности развития наверно будет неполным без беседы о проблемах которые в отрасли скопились и скапливались годами о них шла речь и на заседании совета по развитию промышленности ульяновской области которые в феврале было среди таковых вот называлась недостаточная диверсификация наших предприятий порой и низкое качество выпускаемой продукции высокий износ оборудования но это наверно то что по наследству осталось до невысокой производительность труда я думаю тут наверное если говорить о производительности труда это недостатки наверное в работе топ-менеджер топ-менеджеров предприятий которые не всегда правильно организовывать эту работу и недостаточная инженерная инфраструктура но это вот то что я слышал по крайней мере с этого заседания вы какие-то новые проблемы другие может быть назовете или с ними согласитесь и в какой плоскости на ваш взгляд их можно сегодня решать ну у нас в регионе в давайте по порядку пройдемся что касаемо старого износа оборудования скажу следующее что у нас достаточно надежное хорошее советское оборудование приведу пример когда я был в германии на предприятии которым 60 лет там оборудование ну прям музейный экспонат но на нем все еще работают если посмотреть какое качество они производят гофротрубу да то там просто идеальное качество просто у них четко отработаны стандарты производства то есть скажем тогда ну согласен есть конечно импортное оборудование там все красивое оно там лампочки мигают грубо говоря там все катает один человек работает наше оборудование советское тоже на неплохое там также может работать мало человек просто единство что нужно больше внимания уделять скажем так квалификации персонала вот она должна быть да действительно на высшем уровне это первое второе держится абсолютно правильно мы также идем вот в своем развитии каким путем во первых мы постоянно расширяем рынок сбыта во вторых мы увеличиваем производительность оборудования за счет количества оборудования в третьих мы увеличим ассортимент продукции но мы делаем немножко скажем так хитро то есть у нас те же клиенты един что мы для них увеличиваем предложение то есть мы допустим делали только дорожное ограждение для клиента теперь мы для них делаем и опор освещение и гофротрубы ну еще какую-то продукцию то есть нам уже не надо допустим думать кому это продать то есть у нас уже есть клиентская база которая нам доверяет мы просто расширяем ассортимент и предлагаем им и плюс немножечко мы допустим другие отрасли вот заходим с той же продукции то есть получается у нас вместо одного вида теперь стало 4 вида продукции и допустим место одной отрасли дорожной у нас теперь появилось три отрасли это у нас газонефтяную отрасль и энергетическую отрасль а получается эти четыре продукта они идут и на разные рынки и в увеличенном ассортименте для тех клиентов с которыми мы работаем это как знаете как человек он растет ему постоянно нужна новая одежда также и в бизнесе то есть нужно и рынок сбыта расширять и нужно расширять ассортимент продукции и увеличить производительность. Только так это даст успех. Еще самое важное, вот, допустим, в нашей отрасли. То есть сейчас поменялся подход на рынке. Теперь необходимо не только, допустим, произвести продукт и продать его. Сейчас нужен для клиента сервис услуга. Ну, к примеру, вот наше дорожное ограждение. Мы их не только производим, но мы их и устанавливаем. То есть клиенту нужна безопасность. То есть он говорит, да, вот у меня есть участок, его нужно обустроить. Для этого что мы делаем? Разрабатываем проект, для этого мы производим ограждение необходимое и его устанавливаем. То есть получается услуга под ключ. Это самая такая, наверное, надежная и самая перспективная формула развития в нашем направлении. Я думаю, что такая же модель будет на многие отрасли промышленности схожа. Ну, я думаю, на бытовом уровне то же самое. Если там я покупаю стиральную машину, мне важно не только, что за производитель, что за цена, но чтобы этот магазин, само собой, мне ее доставил, само собой подключил и гарантии дал не только на работу, но и на подключение. Ну и подключил и все. Клиент стал доволен. И так, и в условиях конкуренции, конечно, я выбираю там, где эти услуги, вот что называется, под ключ. Все в комплексе. Андрей Александрович, а производительность труда, вот об этом, что вы скажете. Я просто вот иногда смотрю его передачи, там, ну, конвейер в Тольятти я видел и был, как там люди работают. Я видел, правда, по телевидению, конвейеры в Нидерландах, по-моему, там форт собирали. Ну, я думаю, что голландцы, они бы просто в наших условиях умерли. Говорят, у нас производительность труда недостаточно. Но в тех условиях за ту заработную плату и в том темпе, в каком в Тольятти работают, наверное, здесь говорить о том, что наши рабочие, наш персонал не может, не хочет так работать, как на Западе, это несправедливо. В организации производства, наверное, какие-то ошибки кроются, да? Вот вы об этом что можете сказать? Полностью с вами согласен, но я могу, например, тоже Голландию привести. То есть, не обязательно какой-то суперсовременный показывать конвейер, да? Я был на простых предприятиях голландских, которые там по 50 лет работают. Там ничего нет абсолютно, никакой автоматизации, никакой нет там электроники, да? Но там настолько просто и понятно выставлены процессы. Вот хорошо, что вы Голландию привели в пример. Я вот у них, кстати, учился. То есть, когда мы развивались, у нас не было денег купить там импортную линию, да, которая стоит там миллионы долларов. Мы выкручивались из того, что имели, из простых средств, которые у нас были на предприятии. Но я одну вещь усвоил. У них четко, грамотно налажена логистика процесса. И это не значит, что она должна быть там полностью механизирована или автоматизирована. Вот приду пример. Цех. Два пролета. Из одного пролета нужно перевести продукцию в другой цех. Есть несколько вариантов. Можно, грубо говоря, построить рельсы, да, поставить тележку, подключить к электричеству. Краном, грубо говоря, мостовым снимаем продукцию и переводим в соседний цех. В той же Голландии наблюдал такую картину. Они не заморачивались. Они просто брали изделие и по полу толкали погрузчиком. Все. Не надо ни мостового крана, не надо ни телеги. И ничуть это работало не хуже. Также эффективность с меньшим затратами. И делал все это один человек. И так же в наших процессах. Я года два, наверное, вот ездил по предприятиям европейским, изучал, смотрел. Ну что же не так? Что же вот... Как же это все сделать? Чего не хватает нам, да. И приду пример, допустим. Мы купили итальянский упаковщик для упаковки балок. Он стоил порядка 140 тысяч евро. Достаточно дорогое удовольствие, да? И в итоге я подумал, сделал простое механическое устройство, которое стоит 30 тысяч рублей. Ну сколько в переводе будет стоить там, я не знаю, 500 долларов. Но оно работало более эффективно, оно работало надежно, не ломалось. И фактически я сократил народ. Допустим, если в конкурирующих предприятиях работает в три раза больше народу и производит в два раза меньше продукции, то я как бы... У меня было народу в три раза меньше, а делали мы в два раза больше, чем другие предприятия. Хотя, вот такой автоматизации какой-то так мега я не обнаружил. Просто простым человеческим, скажем так, языком и пониманием я сделал так процесс, чтобы он был короткий и понятный. Вот вы затронули очень сложную проблему сокращения производства. У вас социально ориентированные предприятия, у нас об этом часто говорится, людям какие-то другие рабочие места, какие-то другие специальности переучивания предлагаются. Я понимаю, что, в принципе, это не дело бизнеса. Должна быть какая-то государственная политика. Но вот в тех условиях, когда весь экономически развитый мир западный уже в постиндустриальном пространстве живет, мы говорим о развитии промышленности. И это объяснимо. Нужны рабочие места, нужна заработная плата. Я, наверное, просто очень хорошо помню 90-е. Мне бы на робототехнику, на все, на это как-то не так интересно смотреть. Важнее, чтобы у людей был завтрашний день. Но, с другой стороны, конкурировать как-то надо, да, и сокращать свои затраты. Как решать эту проблему? Вот, ноу-хау, сокращение работников, да, и в то же время социальная напряженность, которая с этим может вырасти, о чем постоянно и говорится на уровне региональных властей. Согласен. Вот тут как раз-то мы вопрос-то и легко решили, так скажем. Мы же, я же вам сказал, что предприятие должно не только продукцию выпускать, но и устанавливать. Соответственно, мы развиваем сервис, поэтому у нас, наоборот, потребность, потребность в кадрах. То есть мы же людям тоже даем возможность. Ребят, вот у нас в Питере есть объект, у нас есть Хмао-объект, у нас есть, ну, по всей России, в Якутии. То есть мы создаем вот эти монтажные структуры, которые едут, и там работайте, выполняем. То есть фактически у нас не сокращение, а увеличение происходит. Ну, учеба есть, конечно, одни кадры учат, другие кадры. То есть есть костяк, который знает, как это делать. То есть наставничество, вот этот институт, который сейчас предлагает возрождать. Да. И я всем говорю, ребята, все только от вас зависит. Пожалуйста, вот ты сейчас менеджер на предприятии, ты можешь в какую-то страну поехать, стать директором филиала. Хоть в Африке, там, хоть в Америке, хоть где. Пожалуйста. Еще, как это, вакантные места остались. То есть рынок СНГ, да, мы освоили, там потихонечку европейский рынок осваиваем. Дальше будем двигаться, то есть уже и арабский рынок осваивать, и так далее. Понимаем, что лет через 10-15, если мы так будем двигаться, то постепенно мы, в принципе, освоим весь рынок в мире. А дальше уже будем наращивать, как это уже, объемы и качества, скажем так. У вас сейчас порядка 700 человек работает на предприятии. Ну, под 800 где-то, да. Если брать казахское производство, то это 800. Расширились, то есть вот за несколько месяцев. Ну, да, у нас 100 человек добавилось это на Казахстане, на производство. Вы говорили, что, в принципе, у вас такой проблемы кадрового голода нет, но, в принципе, она для всей отрасли существует, для всей промышленности. Достаточно вакансий посмотреть, когда требуются сотрудники, которые могут работать на станке какой-то определенной, там, условно говоря, немецкой фирмы. Сотрудники должны быть там не старше 30 лет, при том иметь опыт работы 5 лет, опыт за рубежом. Приходим к тому, что, в принципе, государство в 90-е годы систему профтехобразования, ну, наверное, спихнуло и не стало этим заниматься. Нужно бизнесу, пусть он и готовит. А бизнес тоже об этом не подумал. Вот как вы видите решение этой проблемы и как у вас на предприятии решается? Испытываете дефицит квалифицированных кадров? Абсолютно согласен. Дефицит кадров есть, особенно, скажем так, высшего звена. Потому что все равно, к сожалению, вот, даже конструктора, технологи, ну, нету готовых кадров. Поэтому мы берем студентов и начинаем их обучать. Да, это, конечно, требует время, там, 2-3 года, чтобы он научился, стал специалистом. А что делать? В принципе, так многие предприятия, которые развиваются, хотят развиваться, они тоже по этому пути идут. То есть, к сожалению, ну, да, к сожалению, нету вот готового специалиста, но нету. Поэтому все приходится делать с нуля. И опять же, где и выше, скажем, руководства, тоже вот смотрим на предприятие, кто есть, у кого способности, их выделяем и продвигаем вперед, вверх. Потому что опыт показал, что все, что хорошо получается максимально, это то, что из своих кадров, которые пришли, работали. Вот там пример приведу, там у нас парень один, он работал на Плазме, просто рабочим, сейчас у нас коммерческий директор. То есть, сначала он был менеджером продаж, потом меня отправили директором филиала в Иркутск, он поработал 3 года. Потом смотрю, человек идет вверх, мы его вернули в Ульяновск, и он у нас теперь коммерческий директор, он теперь отвечает за всю российскую сеть, за все 15 филиалов. Сергей Иванович Морозов поставил задачу на 2018 год сохранить вот этот высокий уровень роста промышленного производства, объемов промышленного производства, который был достигнут в 2017. Я думаю, что задача-то эта будет выполнена в любом случае. Другой вопрос, как добиться ее решения, какой ценой, и насколько это сложно будет в наших условиях. Вот ваше мнение, как эксперта, наверное, как руководителя. Спасибо. Мое мнение, если это делалось за дел заранее, вот как в нашем случае, то это, в принципе, гарантированный результат. То есть, это не то, что вот все, мы решили на 7% вырасти и растем. Это делайте все заранее. То есть, стратегии пишутся, я не знаю, на 10-15 лет вперед, и в рамках которой идет развитие. То, что если не думать о развитии, это фактически назад скатываться. По-другому никак. У нашей области, у нашего региона, какие в этом плане перспективы, если брать промышленный сектор? Ну, промышленный сектор, во-первых, если глянуть на промышленную зону, Залужскую, да, пожалуйста, новые предприятия возникают. Но это, как я уже говорил, это тактический ход. То есть, тактический ход правильный. То есть, появилось новое предприятие достаточно быстро, год-два, и сразу там уже у них есть сбыт, у этих мировых компаний, и начинает сразу производство, скажем так, работать, налоги и так далее. Но еще и должен быть стратегический план. Это нужно вот наше предприятие российское, которое ульяновское, выращивать. К сожалению, это вот за год-два не сделать. Чтобы построить крупную там, допустим, ульяновскую корпорацию, это потребуется 25, 30, 40 лет. Кажется, что вроде раз, и завтра все пошло. Но если постепенно это делать, в принципе, стратегически, то через 20 лет, ну, не знаю, через 15 уже очень сильные результаты мы сможем увидеть. Вот, к примеру, вот на нашем предприятии, да, то есть я в 2000 году возглавил предприятие и потихонечку сейчас за шагом стал развиваться. Начиная с 2008 года там появилась дилерская сеть, потом от дилерской мы перешли к филиалам. И всего-то на все прошло практически 11 лет. Вот, начинается не с того года. Всего-навсего? Да, да, да. Мы начали, вот там филиал в Хабаровске первый открыли и так далее. То есть мы начали в объемах расти. Что вот дала вот эта филиальная сеть? Она вообще дала нам устойчивость развития предприятия. Потому что если бы не было филиальной сети, понимаете, Россия так устроена и рынок, что допустим сегодня здесь пусто, там густо, там пусто, здесь густо. И получается как? За счет того, что вот широко стоим на ногах, да, во всех регионах, все равно где-то получается... Где-то выстрелят. Да, вот к примеру, там в 2012 году был саммит АТС, в 2013 году этот у нас университет в Казани, в 2014 год там Олимпиады Сочи, сейчас Крымский мост, потом на чемпионат мира по футболу. Дорогу строить, металлограждения нужны. Да, получается каждый год какой-то вот интересный проект. Если мы просто в Ульяновске находились, а психология у людей такая, там на Камчатку приезжаешь, а где это? Ульяновск там допустим, а где это? Что это? В Сибири или что? То есть люди даже не понимают. А когда из филиала в Хабаровске, там всегда они уже воспринимают как своего. В Сахалин прилетаешь тоже. А, это вы с материка там приехали. То есть мы вообще как эти НЛО тоже как бы наладили работу уже на месте. Вот. И что касаемо, вот почему надо именно, чтобы предприятия развивались в Ульяновске. Им также надо идти по пути экспансии в регионы. Я знаю хорошие предприятия из Димитровграде, в Ульяновске, которые уже начали эту деятельность вести. У них все будет хорошо. Но пройдет еще не один год, прежде чем они тоже вырастут в крупные предприятия. И вот нужно таким предприятиям помогать, раскрываться и вот идти дальше. Потому что когда уже это будет в рамках мирового масштаба, это будет уже совершенно другой эффект. Та же Германия, там взять, допустим, Финляндия, она же держится там на основных китах. Там, допустим, в Германии, ну, основные предприятия, там Мерседес, условно говоря, БМВ, Ауди и так далее. Ну, собой Германию столько не надо. Да, они сформировали вот этот бренд чисто страны, как бы, да. Там Нокио была и там красочная компания в этом, Финляндии. И нам кажется, что все там, все успешно. А если брать такие же средние предприятия, маленькие, у них такие же там проблемы и сложности в развитиях и так далее, тоже там они где-то на месте топчутся, где-то открываются, где-то закрываются. То есть вот такая вот огромная компания, допустим, с филиальной сетью и так далее, она уже дает возможность устойчиво работать с предприятием и развиваться. Вот если брать иностранные компании, которые здесь разместились, да, ну, к примеру, я не буду называть, чтобы никого не дискредитировать или не обидеть. Они же как транснациональные компании рассуждают, вот сегодня выгодно, допустим, в России, хорошая конъюнктура, они здесь максимально выдают мощность. Что-то изменится, они мощности все убавят и мы, как это, останемся на голодом пайке. Это как бы, ну, не всегда устойчивая модель. А свои они останутся. А свои куда они идут? Он здесь все, куда он? Он работает, развивается, он с собой ничего не унесет, оно здесь будет. Они могут просто, как бы лавочку прикрыть и все как бы. А налоги вы здесь платите? Конечно. Мы никуда не стали переводить ни в Москву налоговую базу, ни куда-то в офшор, нет, у нас все здесь. Вот как классическим работам мы так и работаем. Потому что я здесь живу, это моя родина, что меня все устраивает. Андрей Александрович, спасибо огромное, что нашли время. Успехов вам и предприятию, которое вы возглавляете. Вам, уважаемые телезрители, уверенности в завтрашнем дне, высокой зарплаты. До новых встреч. Я хочу у нас всех поздравить с замечательным событием, открытием перинатального центра Ульяновской области. Это головное учреждение всей системы перинатологии охраны материнства и детства. Дорогие коллеги, вы прекрасно отработали в 2016 и 2017 году. И вы готовы к открытию этого перинатального центра. В 2017 году вам удалось снизить на 25%, на четверть младенческую смертность в регионе. Это замечательный результат. Вы достигли показателя 5,1 на тысячу родившихся живыми. Это показатель ниже среднего по России. Сегодня праздник не только в Ульяновской области, сегодня праздник и в Приволжском федеральном округе, потому что введением в эксплуатацию Ульяновского перинатального центра мы завершаем программу, президентскую программу, которую как задачу нам поставил наш президент Владимир Владимирович Путин за три года из 32 перинатальных центров в стране, которые введены по этой программе, семь из них введены в Приволжском федеральном округе. Я особое спасибо хочу сказать министру здравоохранения Российской Федерации Григорьевне Скворцовой за то внимание, за то отношение к Приволжскому округу, потому что семь вот таких мощнейших учреждений, высокотехнологичных, с большим количеством обученного медицинского персонала, которые сами теперь являются носителями высочайших медицинских компетенций. Это, конечно, огромный вклад в развитие нашего округа не только в систему здравоохранения, но и в демографическую политику и социально-экономическое развитие наших регионов. Для ульяновцев это тоже знаковое событие, потому что губернатор области вложил в этот центр и душу, и сердце. Он не просто отдавался в этот центр, но, Сергей Иванович, вы как многодетный отец, наверное, особое внимание, особое отношение имели к этому. Но это, на самом деле, очень важно, когда через душу и сердце все это пропускаешь. И я уверен, что, соответственно, создание такого учреждения Вероника Ильяновна рассказала о том, каких успехов ульяновская медицина достигла даже без этого высокотехнологичного учреждения. То есть это было сделано за счет профессионализма, мастерства, компетенций людей. А теперь еще добавилась к этому самая современная материально-техническая база. Поэтому я убежден, что, конечно, и показатели будут совершенно другими. Будем стремиться к тому, чтобы младенческая и материнская смертность составляли ноль. Это стратегическая задача. А так, конечно, сделано все для того, чтобы ульяновцы, каждая ульяновская семья почувствовали внимание, заботу государства, заботу нашего президента. И, соответственно, все на долгие годы пользовались этим великолепным учреждением. Николай Анатольевич, вам отдельное спасибо. Я тоже знаю, как тяжело давался вам этот объект. Но, тем не менее, установленные сроки справились, ввели в эксплуатацию. И уже мы сегодня даже не открываем, а мы сегодня участвуем в продолжении работы этого центра, потому что Сергей Иванович заложил на сегодняшний день, без сегодняшнего дня, на утро сегодняшний день, 6 родивших детей. Ждем, не будем, что называется, загадывать. Всех с этим событием поздравляю. Добрый путь, дорогие друзья. Но в самом начале хочу вашим присутствием поблагодарить президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина, за веру в Ульяновскую область, за то доверие, которое он нам оказал, когда принял специальную практически программу поддержки и развития Ульяновской области. Мы с Михаилом Ильичем помним, что из себя представлял наш регион и в экономическом, и в промышленном, и в социальном плане в начале 2000-х годов. И, конечно, вот вера президента потом была материализована в президентский мост. Один из самых крупных, самых ярких строений за всю историю нашей страны. Возрождение Авиастар, возрождение механического завода, возрождение многих других предприятий, которые сегодня являются гордостью нашей страны. В конце концов, я искренне благодарю президента за веру в нас, потому что мы были всегда территорией, которая готовила кадры для машиностроения, для госпор Zekebrats, для рост-технологии, и поэтому у нас появились новые дошкольные учреждения, новые школы, просто колоссальные сотни, миллиарды рублей было проинвестировано по поручению президента в университеты. И мы теперь с гордостью говорим о том, что Ульяновский государственный университет, Ульяновский государственный технический университет, Ульяновский государственный педагогический университет, Ульяновский государственный университет по подготовке авиационных кадров сегодня оборудован самым современным лабораторным комплексом, самолетами, тренажерами, всем-всем-всем. Но и здравоохранение осталось без внимания, уважаемые друзья. Я, конечно, пользуюсь случаем, много раз уже, вернее, докладывал о том, как идет реализация уникального проекта в городе Димитровграде. Сегодня мы будем, насколько я понимаю, держать экзамен перед министром. О том, как готовиться к открытию Михайловича, уже неоднократно его инспектировал и держит на контроле. Более 20 миллиардов рублей только в один центр инвестиций со стороны государства по личному поручению президента это дорого заставить. И если вот так мы будем с вами двигаться и дальше, то, несомненно, мы сможем с гордостью смотреть в глаза нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, нашему министру, нашему полпреду. И можем, конечно, уже в какой-то степени вполне обоснованно подходить к министру и говорить о том, что мы бы хотели новую областную больницу, хотели бы новую онкологическую. Да мало ли чем, у нас много желаний. Президент в послании обозначил очень много амбициозных планов. И нет и теми сомнений, надеюсь, ни у кого там, что мы вместе все с нашим президентом эти программы выполним. Спасибо вам огромной и удачи. Куповины для нового учреждения перерезаны. И как принято во всем мире, сразу после рождения, новорожденным и их мамам надевают именные бирки. В перинатальном центре родилось уже шесть малышей, три мальчика и три девочки. Оставить подписи и пожелания. Субтитры подогнал «Симон» Мы вручаем Анастасии Евгеньевне свидетельство о рождении и возможность посетить чужой детстве. Спасибо большое. Вам всего самого доброго, здоровья, счастья. Какой ребенок? Второй. Второй мальчик. А первый? Первый мальчик. Второй мальчик. Девочку надо. Ну, как ни пусть, и за дочкой соберемся. Давай, только дай Бог тебе в памяти, договоримся? Конечно. Давай, не обмани. Конечно. Я вас тоже приглашу на дочь, чтобы... Спасибо. Каждый год 20, да? Субтитры подогнал «Симон» С рождением доченьки, Ксении Александровны. Здравствуйте. Михаил Викторовичем, Сергеем Ивановичем. Все вместе получаем на свидетельство о рождении. Чтобы доченька росла здоровой, счастливей. Чтобы ясно могла ходить. Вы кем работаете? Я вообще французу в будущем. Да, диплом получаю. Субтитры подогнал «Симон»